В надежде, что временное прекращение военных действий станет долгожданным миром, на Донбассе восстанавливают города. Ремонтируют дома, школы и целые предприятия. Авдеевка всего в 10 километрах от Донецка, больше года находилась на линии огня, сегодня готовится к зиме. Но почему ее жители не спешат убирать мешки с песком и запирать подвалы? Из Авдеевки вернулась Виктория Чистюхина. На четвертый путь прибывает электричка из Чаплина. Это первый и пока единственный восстановленный маршрут в Авдеевке. Движение поездов здесь остановилось год назад. Мы столько натерпели, что тут... Война не пощадила никого. Сколько раз дома Авдеевки попадали под обстрелы, люди сбились со счету. Жить на передовой – это ежеминутный страх. Это ад, который, казалось, будет длиться вечно. Разукрашка. Так называют этот дом. На нем нет живого места. А через поле в каких-то 10 километрах – Донецк. Восстанавливать эту квартиру уже не для кого. 18 июля здесь погибли бабушка и ее внук-инвалид. Прямого попадания снаряда было не избежать. Из их окна видно Донецкий аэропорт. Мы увидели бабушкины ноги, которые с под кучи выглядывали. А Сережка лежал в соседней квартире в проеме двери. На тот момент они уже были мертвы. В тот день Анна Величко помогала соседям укрыться от обстрела в подвале разукрашки. Потом из дома выехало большинство жильцов. Те, кто остались, размещаются в левом крыле. Хотя в городе уже месяц тихо, разбирать мешки из песка в окнах Анна не спешит. В случае обстрела они защитят от осколков. Мы их вложили еще осенью. Уровень был намного выше. Под пули Анна попадала и на работе. На Авдеевском коксохимическом заводе до сих пор латают дыры от снарядов. Предприятие несколько раз было на грани остановки, но выстояло. За время войны на Авдеевском коксохиме погибло 9 сотрудников. Полсотни были ранены. Друга Ивана пуля догнала возле этого контейнера. Если бы снаряды приземлялись где-то в стороне, а не приземлялись на территории завода, было очень страшно. Иван тоже хотел бросить все и уехать. Но вывез из города только семью. Сам остался и каждый день ходил на завод. В итоге фактически туда переселился. Нам нельзя было останавливаться. Остановить цех – это было равносильно остановить завод. Остановить завод – это оставить людей без средств существования на произвол судьбы. За время войны завод останавливали 12 раз. Сейчас коксохим работает почти на полную мощность. Осталось запустить одну батарею. Авдеевский коксохимический завод – самое крупное предприятие в Европе по производству сырья для металлургии. Во время боевых действий здесь производили до 2000 тонн кокса в сутки. Сейчас обороты увеличены в четверо – до 8 тысяч тонн. На полное восстановление производства уйдут месяцы. Главное сегодня подготовить и предприятие, и город к зиме. 12 миллионов гривен выделила компания «Метинвест». А вот рабочих рук не хватает. Есть сложности с логистикой, потому что даже провести сюда часть оборудования, которое мы заказали и везли на блокпостах, бывает так, что по день-два задержки пока предоставят все необходимые документы о том, что это едет именно на завод, а не на сопредельную территорию. Поэтому есть сложности. Люди, безусловно, их немножко боятся. Восстанавливает Авдеевский коксахим и этот дом по улице Менделеева. Он первым пострадал год назад. Снарядом была разрушена лестница в подъезде. В квартирах дыры вместо стен. Восстановить жилье своими силами люди не могут. Ведь большинство осталось без работы. За год в Авдеевке закрылось более 20 предприятий. Когда нет ни работы, ни денег, спасает гуманитарная помощь. На примере Авдеевки мы видим, как волонтерами гуманитарного штаба являются и сотрудники, и как они помогают тем, кому очень нужна эта помощь. В этом философия Рината Ахметова. В этом смысл работы, в объединении усилий, в синергии. В этом смысл работы гуманитарного штаба. За год работы гуманитарный штаб Ахметова в Авдеевке выдал больше 27 тысяч взрослых и детских наборов. У Натальи Зиновьевой маленькая дочь. Ее накормить сложнее, чем себя. Денег не хватает. Получают только детские. На 860 гривен прожить очень тяжело. Все благодарны, по-моему, Ринату Ахметову в Авдеевке. За питание детское, за взрослые, гуманитарную помощь. Улучшить ситуацию с жилищным фондом и инфраструктурой обещает глава области Павел Жибривский. На восстановление Донеччины уже выделено сотни миллионов евро и долларов. Это помощь Германии, Мирового и Европейского инвестиционного банков. Деньги планируют выделить и из госбюджета. Почти 2 миллиарда пойдет на восстановление мирных городов. Третья школа ждет ремонта крыши уже год. Скорее бы, говорит директор Вячеслав Александрович, ходить по пустым коридорам и не слышать детский смех. Для него испытания. Они скучают по школе. Тяжело говорить, что школа вот такая стала у нас. Благодаря нашим военным действиям. Ждет возвращение своей семьи и Иван. Его сыну Никитке скоро исполнится 3 годика. Делим, надеемся, что наступит мир. И мы сможем жить как раньше, работать как раньше, быть семьями. Ведь это же не только у меня. Такие здесь все авдеевцы. А чтобы увековечить тех, кто сюда уже никогда не вернется, горожане установили вот этот памятник. Мы увидели его, уезжая из Авдеевки. И не смогли не остановиться. Он выложен из снарядов, упавших на город. И навсегда станет эхом войны, которую никто не объявлял. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля, Олег Жук. События недели.